Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 28 октября, Православная Церковь совершает память преподобного Ефимия Нового Солунского. Преподобный Ефимий Новый в миру Никита был уроженцем города Анкиры в Галате. Родители его, Епифания и Анна, вели добродетельную христианскую жизнь, и сын их с детства был кротким, честным и послушным. Семи лет он остался без отца и вскоре стал опорой матери во всех делах. Пройдя воинскую службу, Никита по настоянию матери женился. После рождения дочери он тайно оставил дом, чтобы поступить в монастырь. Пятнадцать лет преподобный Ефимий подвязался на горе Олимп, где научился у старцев монашеским подвигам. Потом преподобный переселился на святую Афонскую гору. По дороге, узнав, что его мать и жена в добром здравии, он известил их о том, что стал иноком, и послал им крест, призывая последовать его примеру. На Афоне преподобный принял великую схему и жил три года в пещере, в полном безмолвии, борясь с искушениями. Долгое время святой Ефимий подвязался на столпе, недалеко от Солуни, наставляя приходящих за советом и врачуя болезни. Преподобный настолько очистил свой ум и сердце, что сподобился божественных видений и откровений. По повелению Господа, святой Ефимий в восемьсот шестьдесят третьем году на горе Перистера, недалеко от Солуни, основал две обители, которыми управлял четырнадцать лет, оставаясь в сане диакона. В одной из них приняли постриг его мать и жена. Перед кончиной преподобный удалился на островок, находящийся у Афона, и там почил в восемьсот восемьдесят девятом году. Мощи его перенесены в Солунь. Преподобного Ефимия называют новым, в отличие от преподобного Ефимия Великого. «Предузнав день своего успения, святой Ефимий седьмого мая в память перенесения мощей святого Ефимия Великого призвал к себе на трапезу братью ближайших к нему афонских монастырей. И отпраздновав с ними этот день, простился с ними. На другой день, никому ничего не говоря, он взял для служения себе только одного инока Георгия и удалился с ним с Афона в одно уединенное место, на так называемый Священный остров. На этом острове он подвязался около четырех месяцев, в одной найденной им пещере и, наконец, почти безболезненно почил 15 октября 889 года по старому стилю. Господь судил ему безболезненно оставить бренное свое Отечество за все те муки, кои пришлось испытать его юному сердцу, когда он покидал Отчий дом, где жил, всех любя и сам всеми любимый. Спустя два года иноки-перистеры пожелали перенести к себе тело почившего угодника Божия, дабы иметь в нем своего заступника за обитель даже и по смерти. С этой целью они послали на Священный остров иеромонаха Власия и инока Павла. Посланное ими, прибыв туда, нашли тело святого Ефимия, лежащим в той самой пещере, где он почил. Тление совершенно не коснулось его тела, хотя оно и лежало там очень долго. 13 января следующего года святые мощи преподобного перенесены были в город Солунь или Фессалонику, где почивают и ныне. Молитвами преподобного и богоносного Отца нашего Ефимия да избавимся и мы все от недугов душевных и телесных и да сподобимся Царствия Небесного о Христе Иисусе, Господе нашим, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцом и Святым Духом во веки веков. Аминь. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Преподобномученика Лукьяна Пресвитера, Антиохийского, святителя Афанасия, Исповедника, епископа Ковровского, святителя Иоанна, епископа Суздальского, священномученика Лукьяна Печерского в дальних пещерах, мучеников Сарвила и Вивии, святителя Савина, епископа Катанского, а также новомучеников и исповедников российских, священномученика Симеона Конюхова Пресвитера, священномученика Дмитрия Касаткина Пресвитера, совершается празднование иконе Божией Матери Спарительница Хлебов. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с Днем Тезаимеництва. Благожелаю Вам от Господа мира душевного, здравия телесного и неоскудивающей помощи Божией по молитвам Ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое Вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok